Итак, по поводу депрессии. Что мы в это вкладываем, что мы под этим понимаем? Ну, начнем с точки зрения частоты депрессии. Если мы посмотрим на так называемую major depression, большую депрессию и так далее, частота ее, скорее всего, она не сильно отличается между молодыми людьми и пожилыми людьми. С другой стороны, депрессивная симптоматика как таковая, субсиндромальная депрессия или депрессивная симптоматика, она значительно более чиста среди пожилых людей, нежели среди молодых. Как вы видите, до трети пациентов наших страдают субсиндромальной депрессией. С чем связана депрессия? Со всем, о чем мы можем подумать и с такими важными для нас моментами, как снижение функционального статуса пациента, развитие его зависимости от окружающей цветы, несоблюдение рекомендаций врача, кстати говоря, это очень важный момент. В тот момент, когда у нас есть пациент, который не комплайнтный пациент, кстати говоря, сегодня вот комплайнс, он уже уходит, и уже сегодня говорят больше о нонатвиранс, не в соответствии, так сказать, с рекомендациями врача, не прикрепление к рекомендации врача. Почему? Потому что комплайнтность, она подразумевает некую, так сказать, критику по отношению к пациенту. А может быть, вот его, так сказать, комплайнтность, она связана в первую очередь с депрессией, пациент, который находится в депрессии, ему не до лекарств, его не интересует его собственное здоровье. И может быть связано с этим, может быть, есть какие-то другие механизмы, которые связывают депрессию с значительно худшим прогнозом хронических заболеваний. Безусловно, плохое качество жизни, человек в депрессии, качество жизни его отвратительное, влияние на опекуна как такового, потому как быть опекуном или кердивер, да, это вот тот, кто оказывает услугу или помогает помощникам пациента с депрессией, это очень тяжелая работа. Если сравнивать такого человека, который помогает или лечит пациента с депрессией, или лечит пациента с деменцией, наверное, это достаточно похоже с точки зрения влияния на самого опекуна. И безусловно, повышенное использование медицинских служб, когда если посмотреть, собственно, те пациенты, которые очень часто приходят к врачам, по час, если начнется разбираться, там будет очень много субсиндромальной депрессии. Это вот одна наша работа, которую мы в свое время сделали. Оказалось, мы сравнили, взяли вот в модели, вы видите, статистические, с чем было связано повышенное использование медицинских служб. Предположим, коморбидность увеличивает на 30% использованника медицинских служб. Нарушения, какие-то когнитивные жалобы увеличивают в три раза. И то же самое в три раза увеличивают, когда вот пациента было больше, чем через больше пяти, в три раза это увеличило вероятность того, что значит значительно больше, чем коморбидность, как таковая. Повышение заболеваемости и смертности, о которых мы уже говорили, смертность, безусловно, если хронические заболевания будут не скомпенсированы, то будет высшая смертность, безусловно, самоубийство. Среди пожилых людей самоубийство связано с депрессией чаще, чем среди молодых. Кстати говоря, вот если мы начнем искать профит классического самоубийца из-за депрессии, кто это будет? Дедушка. Кроме того, что дедушка, он будет доведен или разведен с депрессией. Одиномки. Если посмотреть вообще по самоубийствам, то пациентов старше 65 лет среди общей популяции, плюс-минус, и в России тоже это 13 процентов, не 67, а 65 лет. Но при этом на их долю приходится 20 процентов всех самоубийств. Соответственно, самоубийство связано с депрессией в пожилом возрасте более часты, чем самоубийство связано с депрессией в молодом возрасте. И то, что интересно, вот эта работа, которая очень четко отражает наш подход к депрессии таковой, может быть, это часть эчизма, скорее всего, это часть эчизма, что когда посмотрели самоубийц, так сказать, пост-фактум, то оказалось, что от 9 до 33 процентов этих самоубийств получало какое-то лечение антидепрессантами. Основная масса не лечилась вообще. Не то, что они не брали, даже не пытались лечить антидепрессантами. У кого наиболее часто бывает депрессия, это у женщин, у пациентов с хроническими заболеваниями, пациентов с хронической бессонницей. Кстати говоря, опять же, что первично, курица или яйцо. Потому что очень сложно в таких вот работах наблюдательных выяснить причинно-следственную связь. Можно найти только лишь ассоциацию, когда вот у нас есть одна проблема, вторая проблема, они между собой связаны. А может быть, пациенты с бессонницей, эта бессонница может быть вне всяких сомнений проявлением депрессии, поэтому очень сложно сказать, что это связано или не связано. Пациенты, у которых были стрессы, функционально сниженные пациенты и, безусловно, социально изолированные пациенты. Хотя, опять же, вопрос к курице или яйцо. Может быть, тот пациент, у которых депрессия, он самоизолируется, и это часть, в общем-то, депрессии. Мы достаточно часто не диагностируем депрессию. Существует вопрос, безусловно, что мы очень часто и передиагностируем депрессию. По крайней мере, в той области, где я работаю, очень часто мы видим диагнозы депрессии, очень часто мы видим антидепрессанты, которые просто даны не по делу, просто была какая-то жалоба, и даже когда ты пытаешься понять, опять же, постфактум, насколько правильные были данные, антидепрессанты не всегда это верно. Как вы видите, по данным достаточно старых, только 50% случаев депрессии распознается врачами. Почему это, кстати говоря, происходит? Ну, наверное, здесь очень много причин. Первая причина – это вот стигма, связанная с диагнозом депрессии вообще. Вот вы правильно сказали, если пациента направить к психотерапевту, он туда не пойдет. Почему? Потому что депрессия – это считается психиатрическим заболеванием. На самом деле, вот для обывателя депрессия – это, ну что ж, я псих, я сумасшедший, и что дальше со мной будет? Существует некая стигма, и очень сложно человеку, так сказать, прийти и потребовать, и попросить помощи. Можно помнить о том, что очень часто люди, они ищут помощи, но даже для себя они переводят эти депрессивные свои жалобы в какое-то соматическое русло. Они не говорят о том, что им плохо жить, что они одиноки, что сын живет в другой стране, что муж абсолютно недееспособен, им нужно заниматься, и так далее. Они рассказывают о том, что у них болит спина, болит ноги, болит. Это не потому, что там, потому что человек действительно так чувствует. Человеку нужна помощь, человеку нужно внимание. А прийти и сказать, что вот мне плохо в жизни – очень сложно для человека. Безусловно, и джизм – одна из достаточно серьезных причин, почему мы не диагностируем депрессию, и не диагностируем депрессию, и люди к нам не обращаются. Мало того, что стигма, в дополнение ко всему, это, ну, действительно, человеку, ну что же вы хотите, ему 85 лет, он одиноки. А что вы хотите, чтобы он был… у него нет одной ноги. Вы хотите, чтобы он был радостный и счастливый? Понятно, почему он депрессивный? То есть объяснение найдено, а дальше нас это не интересует. И одна из причин, безусловно, важных – это то, что у первичного врача на практике, когда у него есть там 10-12-15 минут на пациента, а подчас бывает значительно меньше, просто не хватает времени и подчас не хватает желания открыть вот этот вот ящик Пандоры и выпустить джима из бутылки. Очень вот эта интересная, кстати, работа, в которой проводился, просматривали 385 визитов, которые были засняты на видеозапись, была сделана видеозапись этих визитов. И посмотрели, что в принципе, только примерно в четверти визитов обсуждались проблемы душевного здоровья пациента. Опять же, идет речь об Америке и так далее, то есть люди, которые действительно получили тренинг достаточно рано. 22% визита обсуждалось на них проблемой душевного здоровья, при том, что среди пациентов, то есть заведомо пациентов проверились, при том, что среди пациентов было пациентов с депрессией 50%, а только в 22 случаях. Значит, половину уже сразу не обсуждалось. При этом обратите внимание, что тогда, когда проблема обсуждалась, уделялось ей примерно 2 минуты. Ну, как можно за 2 минуты диагностировать депрессию? За 2 минуты даже, наверное, невозможно сделать GDS просто, провести GDS быстро. Даже для скрининга депрессии 2 минуты это недостаточно. И тогда, когда проблема находилась, очень редко пациентов направляли на дальнейшее лечение. Находили и все, и забывали про нее. Я хочу здесь опять задать вам вопрос, нужен ли вам скрининг для пациентов с депрессией. Как и при деменции, как и при деливии, у нас проблема чиста, проблема серьезна, у нас есть инструменты для того, чтобы сделать скрининг, они существуют. Давайте кто-то хочет высказаться за, кто-то хочет высказаться против своими, давайте за. Кто за, чтобы делать скрининг? Все? Меньшинство за. Давайте выскажите, пожалуйста, почему за? Почему делать скрининг? Ну, просто мы сталкивались с простейшим инструментом. Это, например, может быть, печь гидба. И он действительно очень простой, он занимает немного времени, но достаточно информативный и обладает высокочувствительной специфичностью. И с учетом того, что эти проблемы действительно больше и больше поднимаются, то, а пациентов много, достаточно просто это сделать, это не одни благодаря у нас. Хорошо, мы сделали скрининг. Вот, сделать скрининг, вы говорите, у меня есть инструменты ВСС, проблемы часто, проблемы тяжелые, у меня есть инструменты делать. Еще есть возможность помочь нам. Есть возможность помочь. Ну, наверное, дальше есть. Хорошо, значит, скрининг понятно, идея понятна. Основная масса, кстати говоря, высказалась против скрининга. Кто-то хочет высказать, почему против? Ну, так не бывает, просто против, и все. Не, ну, правда, давайте попытаемся определиться, почему против скрининга. Спасите, может кто-то воздержался? Ну, в общем-то, это, наверное, правильная позиция. Итак, почему против? Давайте. Я не знаю, я не знаю. Потому что у нас, как бы, не знаю, этот российский стандарт образования, стандарт образования, я предполагаю, что врачи в общей практике будут заниматься опять проблемами. Врачи-терапевты, там, врачи-терапевты, им это не преподают, не говорят, не объясняют. Для обычного врача, который ведет прием, допустим, в больницах, эта проблема не существует, потому что ее просто не обсуждали. Первое, не умеют врачи. Это я учить. Нет, 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 хорошо, давайте так. Второе, что скрининг, вот картинка, да, верхушка айсберга. То есть, что вероятность выявления среди популяции... Нет, 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 это вот, это case finding, что вы говорите. Скрининг, это как раз-таки вы заходите под айсберг, вы ныряете под айсберг, вы его осматриваете целиком. Это скрининг. Нет, просто если мы найдем что-то, выписка обязательно этих препаратов идет на специальных бланках, в общем, это замахнуть? Нет. Они совершенно никого не нужны, никто не боится. Совершенно мы открываем, действительно, ящик Пандоры. Когда человека нужно отправить к психотерапевту, потому что сами мы по регуляции не можем лечить депрессию, правильно? Больной требует наблюдения. Наблюдения. И зачастую это наблюдение, оно скальзывает, и это тоже чревато, принимает, не принимает, как это, в конечном результате. Побочные эффекты лекарств. То есть, сейчас вот они, как вы правильно сказали, добавлять или не добавлять. Семейные проблемы, которые специализированы, вот эти, это идеальный вариант, потому что зачастую мы их знаем, но ведь этика не позволяет обсуждать даже зачастую некоторые нюансы. Мягко говоришь. Какие нюансы? Ну, например, дома взаимодействия между, как же, заболеваниями, может, у нас есть приказ, что мы не можем о заболевании Роксеника говорить близким. Даже те же подростки, которые ему приказ, ты маме скажешь, а он на тебя напишет, и будет проблема. Да, да, есть, а он пришел, есть человек, мы имеем право рассказывать родителям, есть только согласие самого этого ребенка, второго слова, который к нам приходит. Это новое, отец за сына не в ответе, это новое. Карточку мы не имеем право дать, родственнику даже звонят, тот пришел в больную лежачий дом. Не отвлекаем, да? Да. То есть я просто говорю, а когда касаешься туда, стороне ты не останешься, а время... Понятно. То есть вот... Время, ответственность. Конечно. А нам это надо. Есть еще один очень важный момент, который я наблюдаю у нас достаточно много лет, что очень часто врачи отказываются от такого скриника, хотя они понимают, даже не скриника, даже вот диагностики делилии, они отказываются, потому что они понимают, что это может очень сильно обидеть пациента и настроить его против врача. Почему? Потому что когда я вижу, что при положении болевой синдром, какие-то проблемы соматические и так далее, они безусловно объясняются лучше всего, объясняются депрессии пациента. Я говорю пациенту, знаешь, на самом деле вот твоя боль в спине, это проявление, он меня может обидеться, и мы это видим достаточно, что ты хочешь сэкономить на меня, не отправить меня к ортопеду, не сделать мне снимок, не сделать мне КТ и так далее. Вместо этого ты придумываешь некую депрессию, да? То есть это может... Есть достаточно много против того, чтобы делать скрининг. А главное, опять же, упирается в то, что проблемы часто, сейчас знаете, вот абстрагируется полностью, у нас вот чистая медицина, абсолютно стерильная медицина, у нас есть тяжёлая проблема, у нас есть проблема, которая легко диагностировается, легко диагностироваться, у нас есть проблема с тяжелыми последствиями, остается единственное для того, чтобы четко себе представить, делать или не делать скрининг, если у нас лечение этой проблемы. Если бы у нас было бы идеальное лечение этой проблемы без побочных эффектов, однозначно нужно было бы делать все для того, чтобы делать скрининг. По-прежнему вопрос, как вы совершенно правильно ответили, остается открытым. Обратите внимание, сколько человек по этой работе нужно сделать скрининг для того, чтобы одному облегчить жизнь, добиться ремиссии 110 человек. Это много или мало? А что за спирин? Смотри, а где? Есть воспирин не больше, чем 110 человек. Нет, скрининг. Этот скрининг депрессии. То есть я, в принципе, провожу просто... Это замечательно. Это замечательно. Представьте себе, что мы должны сделать до скрининга депрессии. Сейчас мы поговорим про скрининг. Можно задать один вопрос. Можно один вопрос просто разослать по этому самому. Можно его задать в интернете, по телевидению и так далее, чтобы человек на него ответил. 110 человек набрать очень легко. И у одного таким образом мы можем предотвратить... Привести к ремиссии депрессии. Какой скрининг делать? Есть достаточно много работ, которые... Как делать скрининг? Какими инструментами скринингами пользоваться? Ну, вот, предположим, вот это вот первое. Вы чувствуете грусть или депрессию? Проверялось на 2400 пациентов старше 65 лет. Чувствительность по отношению к ГОЛД-стандарту, по отношению к диагнозу депрессии, составляла 76%, специфичность 65%. Мы использовали, в принципе, то же самое. У нас было порядка 600 пациентов, и у нас чувствительность была значительно более высокая. Кстати говоря, это, наверное, специфика населения. Когда люди больше жалуются, меньше жалуются. Чувствительность была практически 100%. То есть, практически была невозможность пропустить. Но при этом специфичность была достаточно низкая, 41%. Сегодня все больше и больше вместо... Тут есть за и против. Вместо GDS для скрининга... Еще раз, обратите внимание. GDS для скрининга. Не для диагностики, а для скрининга депрессии. Используется PHQ-9. Почему PHQ-9? Потому что он основан, в отличие от GDS, он основан на вопросах, которые просто взяты из GDSM, о которых я говорил. Те самые критерии депрессии. Те вот самые... Вы видите 9 вопросов по критериям депрессии. И тут можно сделать скрининг как дихотомно. То есть, есть вот варианты, когда PHQ-9 делается дихотомно, да или нет. Он хуже, конечно, не как любой дихотомный инструмент. Но легче для восприятия пациента. И можно его сделать в полном виде, как PHQ-9. Когда вы делаете полный этот самый, там человек может оценить по трехбалльным. От 0, 1, 2, 3. То есть, он может по-само оценить в зависимости от этого, насколько ему это мешает. Вот вы видите, там вопросы достаточно, опять же, вопросы, которые взяты просто из критериев депрессии. Вам не хотелось ничего делать на протяжении двух недель. Обратите внимание, две недели это вот тот самый период, меньше которого нельзя поставить диагноз депрессии. То есть, если человек неделю, вот все это он ощущает, еще депрессию он поставит ему. Нужно как минимум две недели. Плюс к этому нам нужны пять критерий, которые взяты из этого. Плюс обязательно из пяти критериев, хотя бы один критерий должен быть мажорный критерий. То есть, амнитония, человек, который не может радоваться жизнью и получать от чего-то удовольствие. И второй критерий это депрессивное настроение. То есть, человек, который говорит, как вы себя чувствуете? Вы чувствуете? Да, но настроение никакого. Есть вещи, которые вас радуют. Ничего не радуют. Это вот те самые два мажорных критерия по DSM. А после этого нам нужно добрать еще к одному из этих критерий, если есть два DS2, нужно добавить еще малые критерии. Которые и дальше. Нарушение сна, нарушение питания, психоматронные изменения и так далее. Вы видите все это. Я, кстати, говорил о DSM, он открыт, и вы можете зайти. Единственная проблема DSM, что тот, кто его разрабатывал, был Pfizer. Единственная проблема, с моей точки зрения, его. Все остальное замечательно. Что нам помогает еще? Есть вот такая табличка небольшая, в которой... Проблема, что я разрабатывал фармацевтическая компания Pfizer. Кроме этого, у меня никаких проблем больше нет. Что нам еще очень важно в DSM, в PHQ, почему он нам может помочь для скрининга? Потому что там есть инструмент, как его кодировать. И мы четко можем кодировать и сказать, насколько это, предположим, тяжелая депрессия, мажорная, насколько это средняя тяжесть, депрессия легкая. Есть даже предложение, что бы нам стоило делать. Кстати, обратите внимание, что психологическая помощь, вот эта психотерапия, всегда стоит на первом месте до того, как мы предлагаем лечение медикаментозное. Почему я говорю, что это очень важно? Мы все время говорим про GDS. В чем проблема GDS? Проблема очень интересная, что Ясаваджик, который придумал этот инструмент, он умолял, стоя на колене, ну, я шучу, конечно, он везде писал, нету никакой катков, нету дихотомности, нет того, что вот... Чем больше, тем больше вероятность. Но в тот момент, когда вы делаете GDS и находите, предположим, на GDS 6, это еще не значит, у человека есть легкая депрессия. У него может вообще не быть депрессии. У него может быть депрессия, конечно, и с двумя, и с одним, и с нулем может быть депрессия. Но при этом значительно меньше вероятности. Если у него 15 GDS из 15, понятно, что там вероятность крайне высокая. Но это скрининговый инструмент, это не инструмент для диагностики депрессии. Во всей литературе, кстати говоря, мировой, везде все пишут об этом, что да, действительно, я собачу просил не делать котов, но мы принято брать 5 выше, 4 выше, 6 выше. Кстати, обратите внимание по литературе, посмотрите. Есть работа, которая говорит, мы взяли 4 и выше, мы взяли 5 и выше, мы взяли 6 и выше. Но при этом нужно помнить о том, что GDS это скрининговый инструмент. PHQ-9 в зависимости от, в отличие от GDS, его действительно можно использовать даже как инструмент для диагностики, потому что он абсолютно основан на критериях депрессии. Нет, он для разных, это одна из его больших проблем. Что на пожилых он не особо-то и проверялся, он в основном проверялся на молодых, это одна из его проблем. И еще проблема, которую я уже могу сказать сегодня, что вот, по крайней мере, у нас в Израиле люди плохо его воспринимают, то есть нужно немножечко их, так сказать, помогать им. То есть вот посадить человека, обычного, и дать ему вопросник GDS, значительно проще он отвечает на эти вопросы. Черт, ну вот вы видели, чем PHQ-9, когда вот, ну как, доктор, ну что значит там, каждый день я, через день, а у меня бывает вообще там раз в месяц. Что отвечает в данном случае? Да, потому что все двух недель мы должны определить. Второй инструмент, который сегодня используются, кстати, как в GDS. Есть GDS 30, классический GDS был 30, потом 15, потом 5, потом 2 и так далее. То же самое здесь, PHQ был 9, потом сказали, а почему бы нам не проверить с двоечкой. Посмотрели с двоечкой по отношению к 9, оказалось, что у двоечки, как вы видите, сенситивность была 80%, специфичность 90%, то есть достаточно это самое. То есть что такое двоечка? Взяли вот этих два мейджор критерий и ввели их, так сказать, как это самое. Есть у человека, есть два из этих, ну понятно, что у него есть янедония с одной стороны, есть депрессивное настроение, понятно, что он в депрессии. Даже вот вы видите, что работа, одна работа была, это 7 работ, это ментоанализ, одна работа была сделана в первичной клинике, то есть в первичной практике. Понимаете, очень важно, где мы делаем работу, то есть если мы идем в психиатрическую клинику, и там делаем, понятно, что результаты будут немножечко другие. В первичной практике тоже достаточно высокая и сенситивность, и специфичность печки. Давайте я хочу просто посвятить вот время, которое нам осталось, полчаса, лечению депрессии и вообще это немножечко выходит за пределы лечения депрессии, вот эта часть лекции. Я хотел немножко вот открыть, так сказать, развить дискуссию на этот счет. Лечение депрессии. Давайте поднимите руки те, кто свято верит в то, что лекарство от депрессии помогает. Свято верит? Нет, нет, свято верят это не так. Как это? Свято верит, один человек. Давайте поднимите руки те, кто свято верит в то, что лечение депрессии не помогает. вообще лечение не помогает медикаментозно трое говорят свято верит у нас есть четыре человека которые находятся на так сказать за распределением гаусса остальная группа безусловно вы черт знает иногда помогает я вам скажу так если мы психиатром родим психиатрию проктологом и дадим проктологию гинекологом и дадим гинеколога что нам остается давайте все же таки вернемся к этому у нас основная масса тех кто сидит в этом зале не уверены в то что лечение помогают давайте разъем так поднимите руки те кто склонны считать что в основном лечение помогает меньшинство опять же какая выраженная депрессия помогает но скажем так разделим у нас две группы врачей одни считают что скорее все помогает а другие так понимаю что и все не помогает те кто считает что скорее всего не помогает сказать пожалуйста как часто назначали лечение депрессии или пока не инициировали назначение от нашего поле до регуляции как часто вы инициировали назначение ни разу те кто считаю что скорее всего лечение помогает как часто вы инициировали назначение какой какой-то есть джезис хорошо если у меня есть идеальное лечение идеальное лекарство я изобрел идеальное лекарство для депрессии у которого нет побочных я буду преступниками сервини там правда если я изобрел лекарство но я абсолютно не знаю как это лекарство работает на моей группе пациентов 65 плюс все работы которые были сделаны были сделаны до 65 лет я не знаю как она работает на 65 плюс может помогает может не помогает работа с одной стороны с другой стороны на группе пациентов 65 минус я знаю что в лекарства очень много побочных эффектов я буду назначать лечение сейчас я психиатр да опять же мы абстрагируемся, мы выходим за пределы регуляции, мы можем назначать антидепрессант, будем назначать антидепрессант. Какие побочные эффекты, жизненно угрожающие, серьезные, не очень? Серьезные побочные эффекты. Если идет вопрос о жизни в пациентах, то все на весы. Что на весы? С одной стороны, я не знаю, помогает или нет, я знаю, что это мешает. Жизнь в пациентах на весах. Еще раз, с одной стороны, я абсолютно не знаю, помогает лекарство или нет. Для меня это неизвестно. С другой стороны, я знаю, что это лекарство есть много побочных эффектов. То есть, это помогает только более в нашем возрасте? Я не знаю, а по-прежнему я не знаю, помогает ли в этом возрасте. Я не знаю, у меня нет никаких работ. Может, да, может, нет. А у нас нет никаких работ старше 65 лет? С точки зрения логики не нет. Проблема. Но мы же назначаем депрессант. Хорошо, давайте перейдем. Давайте перейдем в антидепрессанты. Я вам дам несколько работ, таких базисных, которые могут нам помочь в чем-то разобраться. Антидепрессанты против плацебо в первичной практике. Обратите внимание, что это Кокроэн-Редью 2009 года. На момент написания этой лекции я не видел обновления. Кокроэн-Редью, вы знаете, что он обновляется время от времени. То есть, авторы, которые берут ответственность за какую-то тему, они берут на себя ответственность обновлять метаанализ. Оно не обновлялось, насколько я знаю, с 2009 года. Что они говорят? То, что они проверяли, они говорили о том, что существует некая озабоченность по поводу актуальности исследований во вторичной медицине. Мы говорили об этом. То, что очень ясно и понятно в практике психиатра, совершенно не ясно, что происходит в первичной медицине, насколько это так или нет. И поэтому, то, что они попытались сделать, обратите внимание, посмотрите, насколько те препараты, которые используются для депрессии, в первичной медицине у пациентов моложе 65 лет заранее, они ввели сюда. Они взяли все рандомизированные контрольные исследования по трицикликам SSRI против плацебо. Еще раз, все пациенты наши были исключены из этих работ. То есть не взяли работы, в которых были пациенты пожилые. Всего, как вы видите, было 14 работ. Большинство работ было по трицикликам. Две работы по SSRI. Две работы, в которых проверялось то и другое. Во всех сравнивалось плацебо. Достаточно небольшая группа всего, когда взяли все 14 работ. Все, что есть. Первичная медицина, младше 65 лет. Всего, как вы видите, было достаточно много пациентов. Плюс-минус 2500 пациентов. Плацебо и интервенция. Все работы краткосрочные. Обратите внимание, 6-8 недель. Как долго наш пациент получил от лечения эспрессии? Долго. Полгода еще не получили. Как получится. Как отменить. Обратите внимание, что эффективность для трицикликов, они на 24% более эффективны оказались в метаанализе по отношению с плацебо. А для SSRI на 28% более эффективны. Вот то, что мы говорили о number needed to treat. То есть, сколько пациентов мне нужно лечить. Для трицикликов было 9. А для SSRI было 7. То есть, нужно лечить 9 человек. 7 человек, для того, чтобы достигнуть эмиссии 50% случаев. При этом, обратите внимание, для того, чтобы навредить нам number needed to treat, был значительно выше. Для трицикликов от 4 до 30 и для SSRI от 20 до 90. Таким образом, заключение авторов этого украинского review, они говорят, что в принципе, оба вида препарата для этой категории пациентов достаточно помогают. То есть, 24-28% снижение по отношению к плацебо. Теперь, если бы было у нас то же самое по поводу пожилых, можно бы сказать, да, действительно, можно изменить наше представление. Те пациенты, которые находятся в первичной медицине, безусловно, им имеет смысл давать достаточно хороший number needed to treat. Лечение у пожилых, депрессию пожилых людей к украинске review 2012 года, с тех пор также не обновлялся. Взяли пациентов старше 60 лет, для того, чтобы проверить эффективность, обратите внимание, для депрессантов, и психологической терапии у пациентов, которые пролечились рецидив депрессии, продолжение лечения. Для того, чтобы предотвратить рецидив депрессии. Именно эти пациенты. Взяли только RCT, ну, то, что я вам сказал. 7 работ, меньшее количество пациентов. То, что оказалось, что антидепрессанты через 6 месяцев лечения по отношению к плацебо, не было никакой разницы. Через 12 месяцев, меньше была вероятность развития повторного эпизода на 33%, с нами, вернее, 5 человек. То есть, 5 человек нужно лечить в течение 12 месяцев, для того, чтобы уменьшить вероятность у одного рецидива. Через 24 месяца снижение было на 30%, то же самое на МРТ, а через 3 года разницы опять никакой нет. И, соответственно, то, что они говорят своим вкусам, невозможно дать рекомендации или, так сказать, не делать этого. Почему? Потому что вот это вот колебание, которое через полгода, вроде как бы логично было бы, чтобы через полгода это работало, если мы продолжаем решение, а оно не работает, а потом через год начинают работать, а через 3 года перестают работать. То есть, есть некий вот такой шумовой эффект, который очень плотный статистике, который очень плотный для достижения доказательств. В результате, то, что они совершенно справедливо сказали, у нас нет достаточных данных для того, чтобы рекомендовать или не рекомендовать, потому что они могут рекомендовать, а могут не рекомендовать. И они не могут знать длительность депрессии у каждого пациента. Нет, они сказали, что мы взяли пациентов, которые пролечились от депрессии, мы сейчас тоже пытаемся дать им, да, для работы, которую мы используем. Сколько времени и продолжительность лет депрессии? Сколько времени лечить? Первый, первый эпизод, первый эпизод. Ну, может быть человек лечить, в одном случае пациент был там, не знаю, 20 лет был с тяжелой депрессией, я не представляю себе это, и вы начали лечить. Я понимаю ваш вопрос, но нет ответа, это мета-анализ, там сложно очень. Понимаете, это средняя температура по больнице, по большому счету. Тоже очень интересная работа, которая проверяла, сравнивала риск и пользу от препаратов второго поколения антидепрессантов при большой депрессии. Тоже это мета-анализ, вы видите, 2011 года. Очень интересно, они подошли к этому и сказали, что у нас есть старый препарат, есть новый препарат. В течение времени старые препараты тихо-тихо забываются, и им меньше и меньше пользуются. У нас, предположим, найти пациентов, которые получают тритиклические препараты, ну, крайне сложно. Все получают там всякие Сенарайз, ССРА и так далее, и там другие препараты. С другой стороны, то, что они хотели проверить, а насколько современное лечение препараты второго поколения, не трициклики, насколько они хотя бы не менее эффективны и не менее опасны, чем препараты первого поколения. То, что они взяли рандомизированные исследования, которые продолжались как минимум 6 недель, или же наблюдательные исследования, абсордационные исследования, в которых участвовало минимум 1000 пациентов. То есть, не маленькие какие-то, я вот пронаблюдал за своими 20 пациентами, их они не взяли. А взяли большие, хорошо построенные работы. С точки зрения работ, всего было ими выделено, как вы видите, мы очень много, то есть, когда вы делаете в пабе, здесь проверяете, было почти 4000 заголовков, из них было 234 работы, которые удовлетворяли, 118 сети, которые взяли, в которых использовалось лекарство против лекарства. Обратите внимание на это, я к этому вернусь еще несколько раз на протяжении этой лекции, что 77 процентов всех работ поддерживалось фармацевтическими компаниями, то есть проводилось фармацевтическими компаниями. 7 процентов было указано, что это независимые фонды, 16 процентов не было ничего указано. Ну, раз не было ничего не указано, скорее всего, тоже фармацевтические компании старались за это. То есть, вот понятные причины, сразу возникает некое, ну, по крайней мере, у меня, сразу когда я считаю, что поддерживаемая фармацевтическая компания, не всегда можно развиваться иначе, но у меня сразу возникает некое, так сказать, душевное неспокойствие, насколько результаты они правильные и неприятные. То, что оказалось в их работе, нет большой разницы в эффективности и в вреде между препаратами второго поколения и третикликами на основании этого. Очень интересная работа, я вам настоятельно рекомендую ее взять, почитать. Действительно очень красивая, элегантная работа, в которой взяли на протяжении 30 лет, сделали мета-аналитическое review, 30-летнее использование антидепрессантов. То есть, начиная с 2018 года, взяли систематическое diagnostics винограде всех информационных контрольных работ с 2030 года, лекарства, которые использованы только в США. То есть, не взяли лекарства, которые не используют в США. И то, что они сделали, хотели сравнить эффективность старых и новых антидепрессантов. И проверить предположение, что новые антидепрессанты, как минимум, не менее эффективны, чем старые. Всего было найдено, это метаанализ, всего было найдено 42 тысячи работ, из них 107 работ отвечало их, так сказать, запросам, то есть поискованным их данным. Из этих 107 работ, в этих 107 работах использовалось 142 лекарства. Всего, как вы видите, было 27 тысяч пациентов, общий клуб пациентов, которые вошли в этот метаанализ, почти 28 тысяч пациентов, из них 17 тысяч на антидепрессантах, 99 тысяч пациентов на плацебо, среднего возраста 40 лет, здесь то, что они находят уже, 97,4% всех работ спонсированы фармацевтическими компаниями. То, что они находят, что если мы берем, вот, общую, так сказать, среднюю температуру по больнице, антидепрессанты на 40% более эффективны, чем плацебо. Опять же, для пациентов среднего возраста 40 лет. Но, вот это вот, обратите внимание, на намбернид и ТО-3, в зависимости от препарата. Средний намбернид и ТО-3 был 8, то есть нужно лечить 8 пациентов, только для того, чтобы у одного была ремиссия. При этом у Трицикликов было 6,2, у ССРА было 8,7, у СНРА было 10. О чем это говорит? О том, что мы, в принципе, в течение 30 лет тихо-тихо уходим в сторону препарата, который менее эффективен. Это базисная работа, которую, опять же, я настоятельно вам рекомендую вытащить из Нью-Ингланда и проштудировать хорошо. Это базисная и крайне интересная работа, которая, говорит, конечно же, она относится к депрессии. Но она относится абсолютно не к депрессии, она относится вообще к нашей способности понять что-то из того, что публикуется. Работа в Нью-Ингланде, которая относилась к селективности публикации. Мне очень нравится первая фраза, я уже читаю. «Доказательная медицина является ценной в той степени, в какой доказательная база полная и неискаженная». То есть мы знаем то, что мы знаем, а знаем мы подчас из различных источников, которые Монин, Апел, Сари, оперу. Понимаете, вот это так оно и работает. На самом деле, даже если мы идем к источникам, мы не всегда уверены в том, что источники справедливые и правильные. И это крайне интересно, когда вы берете, предположим, пишете какую-то статью и идете на какой-то референс. А идете на этот референс, в этом референсе ничего не написано, а он ссылается на того-то. Вы идете к тому-то, а тот ссылается на это. В результате оказывается, в результате оказывается, что тот, на кого ссылалась последняя цепочка, вообще этого не говорит. Это бывает достаточно часто. И поэтому очень важно, что они скажут, давайте посмотрим нашу доказательную базу. Что у нас есть? 12 антидепрессантов, 12,5 тысяч пациентов. То, что они сравнение с Кайлокей, была работа опубликована, проверила, предположим, лекарство Икс. И фирма, которая проверяла лекарство, в основном вы видите, 100% практически проверяет лекарство. Фирма сказала, что лекарство замечательное, чудесное, работает классно, здорово и чудесно. Потом они посмотрели, насколько, после того, что это опубликовано было, насколько та доказательная база, которая накапливается со временем, соответствует тому, что фирма опубликовала. Что действительно, да, лекарство, как правило, работает. Или нет, не работает. То, что они, обратите внимание, всего 74 работы. Из них 54% работ, 44% работ, было согласие между тем, что сказала фирма, когда она сделала исследование, и тем, что потом в результате оказалось, с точки зрения МДИ, было согласие. То есть, да, действительно, 54. 15% работ, в работе оказалось, что лекарство работает здорово и так далее. Потом, по тому, что доходило до лекарства, оказывается, что лекарство не работает. И где они не согласны с тем, что лекарство работает. 15% работ. 31% работ, треть всех работ вообще не было опубликовано. Как вы думаете, вот эта треть работ, которая не была опубликована, каких-никаких в них были результаты? Рабочные, но есть не были. Скорее всего, отрицательные. Потому что представьте себе, что какая-то фирма вкладывает миллиарды, миллионы и так далее, для того, чтобы сделать работу. И оказывается, что лекарство работает классно, замечательно, идеальное лекарство. Без побочников. Потом они все это аккуратненько складывают и в стол, и не публикуют, представить крайне. Давайте посмотрим, насколько это действительно так. Обратите внимание, с точки зрения процента пациентов, примерно то же самое. Процент пациентов, о которых мы ничего не знаем, потому что не было опубликовано, 27%. Соответственно, те данные, которые мы сегодня основываем в нашем лечении, поверьте мне, для депрессии это так, и скорее всего это так, для других всех лечений, на 50% опубликованных работ, там, где есть согласие, мы основываем в нашем лечении. 50% нам ничего не известно. Давайте посмотрим, что произошло. Это немножко сложно для понимания. Справа это количество пациентов, слева это стадия. Это работы. То есть, вот это вот работы, а это количество пациентов. Давайте начнем с работы. В тех случаях, когда результаты работы были позитивные, все работы были опубликованы. Вы видите, позитивная работа, 38 работ, была позитивная. Они были опубликованы. Только одна работа с отрицательными результатами, не была, с позитивными результатами, то есть, все лекарства хорошее, не было опубликовано. Работы, в которых не было согласия между авторами и FDA, наполовину. Половина работ была опубликована, половина работ не была опубликована. И практически, как вы видите, две трети работ, в которых результаты различались, не было опубликовано. Отрицательные работы не были опубликованы. Соответственно, мы находимся в зоне, когда у нас есть примерно то, что мы знаем, это примерно половина от того, что есть на самом деле. Товую половину нам либо не показывают, либо даже если нам показывают, это не совсем то, что есть. Вы со мной, да? Хорошо. Посмотрите по лекарствам. Замечательное лекарство бупропиона, которое очень хорошо и очень мощно анонсировалось. Гериатрическая вся замечательная лекарство для лечения депрессии. Практически нет побочных эффектов чудесных и так далее. Даже, по-моему, какой-то текст бы пошел. Мы знаем на основании чего на основании одной работы положительной. А две отрицательные работы, которые не были опубликованы, мы про них ничего не знаем. А есть две отрицательные работы с точки зрения количества пациентов, я вам потом покажу. Больше количества пациентов как раз в этой группе говорило о том, что там оно не работает лекарство, нежели то, что работает. Знаменитый пароксетин, который мы очень, фероксат, фоксет и так далее, который мы очень много используем. Половина на половину. Половина говорила за, половина говорила против. Та половина, которая говорила против, результаты работы, она не была опубликована. На основании той половины, которую мы лечим. Вы видите, все это достаточно интересно. Что, в принципе, мы знаем, мы видим то же самое по количеству, это количество пациентов. То есть мы лечим по тому, что нам показывает, а не по тому, что есть на самом деле. И, соответственно, то, что авторы, это очень крайне интересное, очень важная работа заключает, о том, что, к сожалению, на сегодняшний день наши действия, они подчас основаны на непроверенных данных. Пароксетин, сказали, давайте посмотрим, что происходит пароксетина у пожилых пациентов с депрессией. Это вот систематическая реэкзаминация опубликованных и неопубликованных работ, опубликованных в Симедже в 2008 году. 29 работ, из них 11 неопубликованных, то есть запросили работы, которые, так сказать, были сделаны, но не были опубликованы. Сегодня с Clinical Trial очень тяжело сделать работу. И скрыть ее все неопубликованные работы, если вас интересует, какое-то лекарство зайдете с Clinical Trial, в 2001 году там все записано, невозможно сделать работу с каком-то интервенцией, без того, чтобы ее туда записали, потом вам никто ее никогда не опубликует. 3700 пациентов было с пароксетином, 10700 пациентов было с плацебо. То, что в результате оказалось, что пароксетин был эффективнее в плацебо, меньше пациентов не испытывали, как минимум, 50% уменьшения симптомов депрессии на 17%. То есть 17% разница в эффективности между плацебо, значительно больше пациентов, на 77% больше пациентов в группе лечения прекращало лечение за побочных эффектов. И то, что они говорят, что на самом деле, на основании этого, это очень интересное заключение, пароксетин не должен использоваться у пожилых пациентов, потому что его, так сказать, небезопасность, она превышает его, так сказать, эффективность. Я обычно этого не делаю, но в данном случае я просто специально указал импакт-фактор этого журнала, 5, чуть больше 5, для того, чтобы мы поняли, насколько этот журнал серьезный, что это не просто какая-то там газетенка, которая публикует всякую ерунду. Это то, что для меня, вот эта работа во мне сделала большую революцию. То, что они проверили. Они проверили использование, взяли очень большую дату, то есть из истории болезни, и посмотрели то, что происходит в Англии в лечении пациентов амбулаторных. В принципе, сравнивалось между собой SSRI, тритиклические препараты, SNRI и так далее, и так далее. Взяли пациентов старше 65 лет. Это нам напоминает что-то? Это наш пациент. 65 лет плюс. 570 первичных практик в Англии. 570 первичных практик. Кто участвовал, опять же, вы видите, возраст пациентов от 60 до 100 лет, наблюдение с 96-го, 2007-го года. Всего данные есть по 60-ти тысячам пациентов. Большая серьезная работа. И они измерили 13 результатов. Сейчас я посмотрю, что происходит. Значит, они сказали так. Мы сначала сделали, то есть, анаджастер, то, что называется, потом сделали, так сказать, аджастер, и посмотрели, насколько данный препарат по данной категории полезен или вреден. То есть, они смотрели на побочные эффекты препарата. Насколько он вреден. 13 категорий. Смертность. Вы видите, что у нас здесь есть трициклики. Пациенты, которые не получают лечение. Трициклики. Они взяты всегда как за ноль. Трициклики, ССРАИ, другие антидепрессанты, то есть, другие, это СНРАИ, там, вот, отличные другие, там, метазепин, и тогда. Или комбинация препаратов. Я предлагаю посмотреть только вот на это. Что у нас получается? У нас получается, что в отличие от пациента, который не принимает лечение, 65 лет плюс, пациент, который принимает лечение трицикликами, на 16% у него повышается риск умереть. Пациент, который принимает лечение ССРАИ, ошибка? 54% риск умереть. Но эти пациенты тоже имеют депрессию, да? Да. Пациенты, которые принимают другие, то есть, там, СНРАИ, метазепины, и так далее, 66%. Комбинация, 84% риск умереть. По отношению к пациенту, которые не принимают лечение. Внезапная кардиальная смерть. Ну, как же можно сказать пациенту с самым трицикликом? Вы сказали. Внезапная кардиальная смерть. 36% у тридцикликов, но не 36%. Вы видите, что конфидцинтервалы пересекают, и, соответственно, это незначительно статистически. То есть, может быть, какой-то тренд, может быть, его нет, не статистически незначительно. ССРАИ также не повышает внезапную смерть. При этом другие СНРАИ увеличивают в 2,2 раза, увеличивают резк внезапной кардиальной смерти. Суицид в 4 раза повышают трициклики, почти в 5 раз повышают ССРАИ, СНРАИ повышают в 11 раз, сочетание в 12 раз. Инфаркт. Трициклики не повышают, ССРАИ повышают на 15%, другие не повышают, сочетание не повышает. Инсульты или транзиторные ишемические атаки. Трициклики не повышают, ССРАИ повышают на 17%, СНРАИ на 37%, сочетание на 42%. Переломы. Трициклики повышают на 26%, ССРАИ на 56%, на 64% другие, сочетание в 2 раза. Кровотечения с верхних путей, кстати говоря, всегда считалось, ССРАИ повышают. 29% повышают, трициклики на 22%, другие антидепрессанты на 37%, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Это работа, которая для меня, она очень многое изменила. Что они пишут? Они пишут, что на самом деле, ССРАИ наиболее вредное лекарство с точки зрения падения и крипонатриемии, другие, как то СНРАИ, биркозепин и так далее. Общая смертность повышается наиболее высокая, суицидальность, инсультов, переломов и судорог. А трициклики, те, которые мы забыли и сказали, что самое вредное, что изобрело человечество, они никоим образом не лидируют ни в одной группе. Они повышают, но не лидируют ни в одной группе. С точки зрения стоимости лечения, 51 фунт на протяжении 5 лет стоит амитрептилин, а венлофлоксин стоит 641 фунт. 12 раз выше стоимость лечения. И кто оплатил исследование? Понятно, что ни одна фармацевтическая фиму этого никогда не сделала. Это общественные деньги. Вопрос. К вам? Где? Нет, смотрите. Обычно я вам скажу так, конечно. В тот момент, когда вы берете исследование, которое вы строите, рандомизированное контрольное исследование, вы как правило учитываете, в чем прелесть рандомизированного контроля исследования, что вы делите пациентов слепо, и как правило, первая таблица вам всегда говорит о том, что пациенты похожи между собой. У этих есть инсульты, у этих были инсульты. Чем больше пациентов, тем больше они похожи. В хороших, больших работах раздельно. А работы наблюдательные, они невозможны в этом сделать. То есть невозможную учесть побочные эффекты. Всегда делается, иногда делается, так сказать, псевдоанализация, потом говорят, давайте попытаемся разделить их. Все же таки, вот в этой группе сколько? Но это не чистая работа. Безусловно, когда вы делаете такую работу, 60 тысяч пациентов, это масса. Это масса, нужно помнить о том, что это ретроспективно, вы вытаскиваете информацию, которая уже прошла. Безусловно, вы правы. В чем-то, может быть, те пациенты, которые не лечились, они были значительно легче, здоровее и так далее. Но те, которые лечились, вы же понимаете, что выбирали для лечения генуфоксины, предположим, не самых тяжелых пациентов. Это не было причиной, почему их выбирали. К сожалению, может сложиться такое впечатление, что может нам действительно тогда не лезть в этот тящее пандоры, если открыть его, мы можем назначить лечение, как унаградить нашим пациентам больше, чем помочь. Но должны ли мы обращать внимание на сроки, которые могут быть кандидатами потенциальными на снижение убийства и должны ли мы задавать им эти вопросы о вот этих вопросах. Это первый вопрос. Второй вопрос, он касается эффективности медикаментологических методов, то есть психотерапевтических мероприятий. То есть это есть какая-то информация. И третий вопрос. Второй вопрос, молочки, я пропустили. Второй вопрос пропустили, да? По поводу психотерапевтики. Есть ли у нас какая-то надежда на то, что психотерапевтические методики могут помочь нашим концеррам, вместе с лекарствами, все так сложно и страшно. И третий вопрос, два слова, можно к поводу прибыли? Потому что для этого будет очень быстро. Не, 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 значит, первый вопрос. По поводу первого вопроса, конечно, лезьте, конечно, задавать вопросы и обязательным условием задавать вопросы. Это, кстати, достаточно большая препона в практике первичного врача. Но как это задать вот пациенту вообще вопрос, ты не собираешься ли с собой что-либо сделать по той же самому? Знаете, как можно спросить, как вы видите свое будущее? Не, не, как вы видите, мы пытаемся, нужно задать прямой вопрос. Не собираешься ли ты как-то себе навредить? Или покончишься с собой? Прямой вопрос. Пациенты нормально воспринимают вопрос? Нормально. И мы даже это задаем? Конечно, да. Конечно, этих пациентов нужно... Мы не рассматривали... Опять же, это небольшой, так сказать, ракурс медикаментозного лечения. Абсолютно не относится к психотерапии. Есть работы, о том, что помогает. В любом случае, скорее всего, у этого не будет побочных инфекций. Безусловно, это направление. Безусловно, этим нужно заниматься. Я не категорически не хочу сказать, что не нужно лечить этих пациентов. Нужно их лечить. Нужно очень четко себе представить, кого мы лечим и как мы лечим. Так что, как нам все-таки перед нами группа пациентов, которые мы будем смотреть? Все-таки должны ли мы делать скрининг или не должны? Понимаете, делая скрининг мы рассчитываем на что? Что мы будем применять все эти психотерапевтические результаты? Или мы будем рассчитывать на то, что мы вычимем пациентов с специально-суэцидальными мыслями, а остальных либо на психотерапию, либо никуда? Потому что, действительно, имея такое количество побочных эффектов, мы будем основную часть в больных имеющих просто какие-то плохие настроения лечить антидепрессантами. Вот тут вы совершенно... На самом деле, вы не задаете вопрос, вы отвечаете на них. Это правильно. Это правильно. Вы задаете вопрос. Вы говорите, кого нужно действительно найти? Мне нужно найти того пациента, у которого есть риск суицида, вне всяких сомнений. Кстати говоря, мы не рассматривали здесь не только психотерапию, мы не рассматривали электроконвульсивную терапию, которая крайне эффективна, с наименьшей, наименее опасна с точки зрения побочных эффектов. Крайне эффективна, и менее опасна. Что, что? Крайне эффективна. А то, что суицидит на 4 раза, не... Тогда получается, что что? Нам не нужно делать PHQ-2, нам нужно только задать вопрос в пункт суицида? Нет. Я бы не стал в клевом пациента... Я бы делал... Нет. Я не говорю, что не нужно делать скрининг. С моей точки зрения скрининг, да, нужно делать. С моей точки зрения нужно ставить диагноз. С моей точки зрения нужно тяжелую депрессию лечить. Тяжелую депрессию лечить. Легкую депрессию заниматься психотерапией. Кстати говоря, то, что предлагает и рекомендации Пайзера, то и PHQ-9. Легкую депрессию лечить психотерапией, изменяйте статус и так далее. Тяжелую депрессию, если очень тяжелая суздальная депрессия, это показания, опять же, к ИСИТИ, показания к лекарственной терапии. И получается, с учетом того, что у нас, как бы, те два, которые у нас есть на данный момент относительно именно нашей категории пункта, то при отсутствии противопоказаний первым препаратом выбора все-таки должны быть трициклические антрицикшанты. А если к ним есть прочие показания, тогда мы рассматриваем... Вы знаете, вот то, что говорит доказательная база сегодня, нельзя однозначно говорить, что это неправильное направление. То есть, нельзя однозначно сказать, что вы неправы. А доказательная база как раз говорит за то, что, наверное, вы правы. Что, наверное, нужно немножечко начинать вспоминать трициклика. Если уж вы неите... Начинать надо с трициклика. Я не сказал этого. Я сегодня не начинаю с лициклика. Пока я боюсь. Пока я боюсь. У вас у пациента нет вообще никакой схемы. У нас должно быть какое-нибудь стандартное состояние. У нас должна быть стандартная ситуация. Валя, нет стандартных ситуации. У вас есть стандартная ситуация, когда пациент здоров и у него нет депрессии. У вас есть стандартная ситуация, когда пациент сулицидален. У вас есть стандартная ситуация, когда у пациента тяжелая депрессия. Когда у пациента есть тяжелая депрессия, ее нужно лечить медикаментозно. тут вам нужно хорошо подумать, что и как сделать, и как выбрать, но при этом сказать вам однозначно, давайте третиклики, не давайте СССР, или наоборот, давайте СССР, не давайте третиклики, я не могу. Хорошо, как вы лечите, когда нам расскажете? Я стараюсь лечить как можно меньше те случаи, которые нельзя лечить, которые не обязательно лечить, я стараюсь убедить наших психиатров, потому что, к сожалению, из сети находится у кого-то психиатра, А в тех случаях, когда нужно делать из сети, чтобы делать из сети, потому что они очень сильно пихаются, тоже, знаете, это вот инертность. В тех случаях, когда нужно лечить депрессию, ну вот в недавнее время я назначал в основном ССРА, в последнее время я начал немножечко использовать эти цифры тоже, очень-очень осторожно. А эти цифры как что? Абитриптилин прекрасный. Абитриптилин? Мы с него и начинаем всегда. Абитриптилин, когда заканчиваем депрессию, там нет. Да. Спасибо, пожалуйста. Спасибо за вашу отличную обзору. И я поделаю вашу мнение на роль антидепрессанса. Валя, пожалуйста, уважайте людей. Валя, пожалуйста, уважайте людей. Он разделяет мнение профессора Пресса. Он сказал, что он не хочет, чтобы у вас сложилось впечатление после этого обзора блестящего, что вообще не надо лечить пациентов с депрессией. Нужно лечить пациентов с депрессией. Во всяком случае, нужно диагностировать. Нужно обязательно выявлять степень. Нужно, возможно, отправлять на немедикаментозную терапию, использовать ресурсы психотерапии и так далее. Во многих исследованиях, как вы могли убедиться, назначение плацебо улучшало состояние пациента. Это знак, который посылает, сигнал, который посылают нам пациенты. Или мы им посылаем. Я вас видел, я вас слышал, я вас выслушал, я хочу вам помочь. Вот о чем. Я думаю, что лекарство, которое называется доктор, это лучшая лекарство для пациента. Лекарство, которое называется доктор, это самое лучшее лекарство. Спасибо. Спасибо. Лекарство, которое называется доктор, это лекарство для пациентов. Окей. Видите, плюс много тоже литературы, довладательная, по эффективности зверобоя. Только не это. Почему? Можно я сначала скажу? По эффективности зверобоя. Зверобой, протырявленный или как он там, лекарство, это страшный лекарство. Потому что его взаимодействие, вы никогда не видели, надо как-нибудь специально прочитать лекцию, у меня такая есть, травы и их вред для людей. Значит, во-первых, хочу вас спросить, не помните ли вы, как был убит отец принца Гамлета? Что закапали в уши отцу принца Гамлета? Нет, не на перстянку, не зверобой, белодонну, траву. Хочу вас отослать ко многим таблицам совместимости и несовместимости антикоагулянтов, статинов, антитромботических препаратов и гипотензивных средств. И вы увидите, что во многих таблицах на первом месте стоит зверобой, протырявленный, зверобой треклятый. Я хочу сказать, что наши пациенты его не меряют, они сыплют его ложками, стаканами. Я понимаю, я понимаю, хорошо. Но если у вас есть пациент периатрический, который принимает еще массу других, вот все наши пациенты, практически все принимали варфарин, кто-то принимал аспирин, кто-то принимал еще что-то. То есть все пациенты принимают статин на большинство, да? И в этом случае их совместимость со зверобой очень проблематична. С точки зрения мотива, по крайней мере, то, что это публиковала сама фирма, конечно, не было таких работ, что они убрали, на самом деле, понятно, что они убрали этот алкалоид, который может вызвать... Иперицид, помню, да? Да. И таким образом, сегодняшний вот ремотив, это не совсем тот самый эмпирикум, о котором мы говорим, и они считают, по крайней мере, то, что у них получилась работа, что он абсолютно совместим с аспирином. Да, но он эффективен при этом остался. С точки зрения эффективности, у них есть небольшие работы, которые говорят о том, что он эффективен. Мое личное мнение, что он эффективен вот в тех самых легких случаях, хотя эффект пациента бы еще никто не отменял. Мое, по-моему, ничего не значит. Он, по-моему, только вот дерматозы способен вызывать, и все. Вот из-за того, что... И счет, и переносит. С точки зрения, у него побочный эффект, действительно, то, что они пишут, что у него побочный эффект до 3%, сравнивая с 3% процентов, которые есть у наших других аспиринописантов. Я абсолютно согласен с профессором Дегвиз по поводу того, что я не хочу, чтобы вышли отсюда с тем, что вот абсолютно безысходность, делать нечего. Депрессия – это моя идея. Если бы вы это восприняли так, значит, я, так сказать, полностью оплошал. Общая моя идея была как раз именно в том, чтобы показать вам, что депрессия действительно нужно диагностировать. Действительно нужно это обращать внимание. Но очень важно помнить о том, что то, что мы легкой рукой на основании GDS-5 берем и сразу выдаем нашему пациенту, у которого и так уже есть 5, что вы правильно сказали, у него и так 5-6 лекарств. Мы ему добавляем туда, а хочешь, вот тебе еще пароксетин, хочешь, вот тебе вонофакцин, хочешь, вот тебе мертозапин, пожалуйста, добавить и так далее, и так далее. Вот этого делать категорически не надо. Давать тем пациентам, которым действительно нужно давать. У нас есть большой арсенал, в котором есть и психотерапия, и доброе слово, безусловно, и лечение из сети, и медикаментозное лечение, которое нужно просто очень правильно использовать, правильно пациенту правильно подбирать. Это искусство, конечно, лечения как такового вообще. Тут нет никаких схем.